В городе Чехове перед самым началом Великого Поста отметили День православной молодежи. В программе совместная молитва, конкурсы, игры, выставка, концерт и многое другое. Подробности в сюжете наших коллег. Щелково, Дмитров, Видное, Воскресенск. 40 муниципалитетов Подмосковья, свыше тысячи гостей. Второй год подряд в Чехове проходит большой праздник. День православной молодежи Московской области. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Готовы напомнить недругам земли русской Дмитровские ратники. Группа историков-реконструкторов с таким названием при Сретенском храме города Дмитрово существует уже седьмой год. Но все же первое, чему здесь учат, это не суровое искусство боя, а миротворческий подвиг. Проходят уроки фехтования, но мы их стараемся, конечно, иметь, но сводить к минимуму. Чтобы привлекать ребят не только экшеном, побить друг друга, а перед этим изучить и понять, что такое уважение к противнику и на самом деле, что такое христианская любовь к врагу. Ровно сто лет назад маховик отечественной истории начал свой трагический ход. Из-за большевистских репрессий погибли тысячи невинных людей. В первую очередь из среды духовенства, которую особенно ненавидела атеистическая власть. И даже в торжественный день многие молодые люди находят минутку позабыть о веселье и подумать о тех, кто явил беспримерное смирение перед Богом и непротивление злу. О святых новомучениках и исповедниках земли русской. Непременный пункт программы молодежного форума – награждение победителей фотоконкурса «Подмосковье православное». Полдюжины номинаций – более двух десятков триумфаторов. Среди них и местные герои – призер третьей степени Павел Таран и обладатель первой премии в номинации «Таинство церкви» учащийся 4-го лицея Алексей Александров. Хадр сделан в Якшинской церкви. На фотографии изображен наш друг и на Кристина. Приятно, конечно, занять первую степень в таком конкурсе на области. Считанные минуты остаются до кульминации праздника – концерта. Представители правительства и руководства района встречают главного гостя – митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Владыка Ювеналий высоко оценил теплый прием и увлекательную экспозицию. Но главное – был рад вновь увидеть на празднике много жизнерадостной молодежи. Я думаю, что сегодняшний день пишется в историю не только Чехова, но и всего Подмосковья и нашей московской епархии. Всем желаю доброго здоровья. Не забывайте о молитве и о покаянии с тем, чтобы в радости духовной встретить светлое Христово воскресенье. После обязательного молебна на сцене Олимпийского начался праздничный концерт. В программе нашлось место как духовным хоровым песнопением, так и благочестивой рок-музыке.